Числовые и алгебраические выражения Нужно посмотреть материал, а посмотреть, как он отражается в контрольно-измерительных материалах основного государственного экзамена Начнем мы сегодня разбирать задание ОГЭ номер 8, так как согласно спецификации именно в нем и нужно проверить, как вы умеете преобразовывать алгебраические выражения Вспомним, какие правила нам понадобятся для того, чтобы преобразовывать алгебраические выражения Во-первых, это, конечно же, правила арифметических действий с дробями и дробными выражениями Это и сложение дробей, и вычитание дробей, умножение и деление Второе, это, конечно, наши любимые формулы сокращенного умножения, но куда же без них Третье, свойства степени с целым показателем Четвертое, свойства арифметического квадратного корня Рассмотрим первое задание Значение какого из выражений является числом рациональным? В ответ укажите номер правильного варианта И нам даны 4 варианта ответов Решение Упростим каждое из данных выражений В первом случае применим формулы сокращенного умножения, а также свойства арифметического квадратного корня После преобразования получаем значение минус 3 Приступим к преобразованию второго выражения Здесь нам понадобится свойство степень Результат 0,5 умноженный на корень из 10 В третьем выражении нам понадобится свойство арифметического квадратного корня Получаем корень из 15 В четвертом выражении вспомним формулы сокращенного умножения Результат 15 минус 6 корней из 6 Заметим, что рациональным является значение первого выражения Поскольку его можно представить в виде дроби, где числитель является целым, а знаменатель натуральным числом Минус 3 первых Значит, ответ 1 Заметим, что в этих заданиях закрытой части экзамена В ответ нужно указать не само число минус 3, а номер правильного ответа Еще раз, ответ 1 Рассмотрим второе задание Расположите в порядке возрастания следующие выражения Минус 0,5 Минус 0,5 во второй степени И минус 0,5 в третьей степени Даны 4 варианта ответа, из которых нужно выбрать правильный Поскольку минус 0,5 во второй степени равняется положительному числу 0,25 А минус 0,5 в третьей степени равняется отрицательному числу минус 0,125 Получаем следующее сравнение Значит, правильный ответ указан под номером 2 Ответ 2 Рассмотрим третий пример Найти значение выражения 2 в минус седьмой степени умноженное на 2 в минус восьмой степени Все это деленное на 2 в минус девятой степени Опять даны 4 варианта ответа Используем свойства степени Посмотрите, что получается 2 в минус шестой степени То есть, используя определение отрицательной степени Единица деленная на 64 1,64 Ищем, где указан правильный ответ Правильный ответ указан под номером 1 Ответ 1 Рассмотрим следующее задание Укажите наибольшее из следующих чисел В ответе укажите номер правильного варианта И даны 4 варианта чисел Чтобы ответить на этот вопрос, возведем в квадрат числа, которые нам даны Курень из 18 в квадрате дает нам число 18 2 корней из 6 в квадрате дает нам число 24 5 в квадрате 25 Чтобы возвести в квадрат выражение Курень из 5 плюс корень из 6 Воспользуемся свойствами сокращенного умножения Получаем 5 плюс 2 корней из 30 Плюс 6 Если упростим выражение Получаем 11 плюс 2 корней из 30 Но как его оценить? Поскольку корень из 30 меньше, чем корень из 36 Получаем, что корень из 30 меньше, чем 6 Данное верное неравенство можно умножить на 2 Получаем 2 корней из 30 меньше, чем 12 Прибавим к обеим частям верного неравенства число 11 Получаем 11 плюс 2 корней из 30 меньше 23 Но 23 меньше, чем число 25 Значит, наибольшим является число 5 В ответ укажем номер правильного ответа 3 Будьте внимательны, не записывайте само число 5 Следующая задача Какое из следующих выражений равно 25 умноженное на 5 в степени n В ответ укажите номер правильного варианта И даны 4 варианта ответа Пользуемся свойствами степеней Получаем, что 25 можно представить в виде степени 5 во второй степени Итого ответ правильный указан под номером 1 Следующее задание Найдите значение выражения а в седьмой степени Умноженное на квадрат выражения а в минус пятой степени Если известно значение а, одна пятая В ответ укажите номер правильного варианта Для начала упростим выражение Воспользуемся свойствами степеней Результат нашего упрощения а в степени минус 3 А теперь можем подставить значение а Получаем одна пятая в степени минус 3 Что равно 5 в третьей степени То есть 125 Правильный ответ указан под номером 2 Ответ 2 Рассмотрим следующее задание Представьте выражение в виде степени с основанием х Нам дано выражение Нам даны 4 варианта ответа Упростим наше выражение 1 деленное на х пятой степени Умноженное на 1 деленное на х девятой степени Получаем 1 деленное на х в четырнадцатой степени То есть используя определение отрицательной степени Х в минус четырнадцатой степени Правильный ответ указан под номером 4 Ответ 4 На этом, ребята, наш урок заканчивается Сегодня мы с вами рассмотрели Тему числовые и алгебраические выражения И как эта тема отражена в заданиях ОГЭ Вашим домашним заданием будет следующее По учебнику автора Макарычева Повторить теорию со страницы 254-259 Решить номер 887 И, конечно же, не забывайте решать задание ОГЭ Задание под номером 8 Спасибо за внимание Желаю вам успехов в подготовке к экзаменам Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме Целью нашего занятия является изучение типов взаимодействий Между организмами в биоцинозах Формирование знания о состоянии компонентов биотического сообщества Об особенностях трофической структуры сообщества О пищевых связях Мы сегодня должны сформировать понятие Пищевая цепь, био-геоциноз, экосистема Изучить формы отражения всех взаимосвязей живых организмов И сделать выводы о важности сохранения взаимосвязей организмов в био-геоцинозах Каковы же функции живых организмов в био-геоцинозе Вы изучали на предыдущих занятиях Организмы делятся на группы Продуценты, консументы и редуценты Продуценты являются автотрофными организмами Которые синтезируют органические вещества К ним относятся все зеленые растения Консументы, потребители Это гидротрофные организмы Которые потребляют готовые органические вещества И, наконец, редуценты Это организмы-сапротрофы Или мы их еще называем разрушители Это тоже гидротрофы Которые преобразуют органическое вещество В более просто устроенные неорганические соединения Все живые организмы связаны между собой энергетическими отношениями Поскольку являются объектами питания других организмов Внутри экологической системы Эти органические вещества создаются автотрофными организмами Например, растениями Растения поедают животные Которые, в свою очередь, поедают другие животные Такая последовательность и называется пищевой цепью А каждое звено пищевой цепи называется трофическим уровнем Цепи питания можно разделить на две большие группы Пастбищные и детритные Пастбищные начинаются с фотосинтезирующих организмов С растений Детритные начинаются с отмерших остатков растений, Трупов и экскрементов животных Детрита На данном слайде представлены цепи питания Первая группа – пастбищные цепи или цепи выедания Как вы видите, начинается она с растений Затем идут консументы 1-го порядка растительноядные животные Консументы 2-го порядка и консументы 3-го порядка хищники Пастбищные цепи – это цепи выедания Начинаются они с растений, автотрофных организмов Затем идут консументы 1-го порядка растительноядные животные Консументы 2-го и 3-го порядка Детритные цепи, цепи разложения Начинаются, как в данном примере, с опавшей листвы Затем ее поедают дождевые черви Те, в свою очередь, хищные насекомые и насекомоядные животные Линейные пищевые цепи, которые я привела в пример Как правило, большая редкость Потому что в природе существует много организмов, связанных между собой Одни поедают другие, другие – третьих и так далее Поэтому формируется не цепь, а целая сеть Целая пищевая сеть, в которых многие консументы Служат пищей нескольким членам экосистемы Полученная организмами пища, заключенная в ней энергии, расходуется двояким образом Большая ее часть используется на поддержание процессов жизнедеятельности Меньшая часть идет на рост организма Или откладывается в виде запасных питательных веществ Таким образом, большая часть энергии, около 90%, при переходе с одного трофического уровня на другой, теряется Этот факт объясняет небольшую длину пищевых цепей, всего лишь 4-5 звеньев В конце концов, вся энергия, поступившая в биологический компонент экосистемы, рассеивается в виде тепла Поэтому поддерживание жизни на Земле требует постоянного притока энергии Чарльз Элтон разработал графическую модель отображения трофических структур экосистемы в виде экологической пирамиды Как мы видим, экологическая пирамида – это графическое изображение соотношения между продуцентами и консументами всех уровней в экосистеме В пищевых цепях при переходе от звена к звену теряется часть энергии Поэтому численность особей каждого последующего звена меньше численности предыдущего Раймонд Линдеман разработал общую схему трансформации энергии в экосистеме и изложил основные методы расчета ее энергетического баланса Эту закономерность назвали правилом экологической пирамиды или правилом 10% Каждый последующий трофический уровень использует не более 10% энергии предыдущего Как же работает правило экологической пирамиды? Давайте рассмотрим на примере Для этого решим непростую задачу Определите, какую массу растений сохраняют от поедания гусеницами пара синиц при выкармливании 5 птенцов, если вес одного птенца составляет 3 грамма Для решения этой задачи в первую очередь нам нужно составить пищевую цепь В этой цепи питания, как мы видим на примере, растения, гусеницы, синицы Согласно правилу экологической пирамиды, на каждом предыдущем трофическом уровне Количество биомассы и энергии, которые запасаются организмами за единицу времени, больше, чем на предыдущем в 10 раз В соответствии, птенцы, 5 птенцов по 3 грамма составляют 15 грамм Они съедят 150 грамм гусениц, те, в свою очередь, съедят 1500 грамм растений Вернее, не съедят, если синицы, съедят этих гусениц Поэтому ответ – пара синиц, выкармливая своих птенцов, сохраняет 1,5 килограмма растений Для закрепления знаний я рекомендую вам выполнить лабораторную работу номер 5 Тема лабораторной работы – цепи питания обитателей аквариума Вы должны определить, какие организмы живут в аквариуме, распределить их функциональные роли и составить цепь питания В ходе работы вы должны будете заполнить таблицу по инструктивной карточке, где указать, какие биотические и абиотические связи существуют между организмами Заполнить таблицу, где распределить организмы по колонкам продуценты, консументы и редуценты и составить цепи питания В приложении презентации указан электронный адрес, где размещена лабораторная работа, вернее инструктивная карточка к ней Для тренировки рекомендую вам посетить открытый банк заданий ОГЭ на ФИПИ И давайте рассмотрим с вами несколько примеров Первая группа заданий – это задания с выбором одного правильного ответа Например, какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно? Выделен ответ номер три Здесь представлена детритная цепь, которая начинается органическим веществом, навозом, затем жук-навозник, садовая славка и ястреб-перепилятник Второй вопрос – какова роль продуцентов в круговороте веществ? Здесь нужно помнить, что продуценты – это автотрофные организмы, то есть растения, которые в процессе фотосинтеза синтезируют органические вещества И, соответственно, правильный ответ один – запасают энергию Солнца в органических веществах Третий вопрос – основные биотические взаимодействия между организмами определяются характером Конечно же, питание сегодня мы целый день говорили о том, что это трофические связи Четвертый вопрос – какую роль играют организмы-разрушители органических веществ в экосистемах? Организмы-разрушители – это сапротрофные организмы, редуценты, которые превращают органические соединения в более простые неорганические Правильный ответ три – превращают органические остатки в минеральные соли И пятый вопрос – это вопрос на установление правильного порядка Здесь предлагается в правильном порядке установить организмы в цепи питания, начиная с организма, поглощающего солнечный свет, то есть с продуцента В данном случае это растение – первый номер липа, затем номер 5 – гусеница, затем номер 3, затем номер 4 и номер 2 – хищник, ястреб, перепелятник Домашнее задание, ребята, по учебнику сухоруковой рекомендую повторить параграф 41, изучить параграф 42 учебника Построить пищевую цепь лугового сообщества, в котором обитают гусеница, жаворона, клюцерна и коршун И предлагаю ссылку на инструктивную карточку по лабораторной работе номер 5 Одна ссылка – это ссылка сайта инфо-урок, где размещена моя работа И вторая ссылка – это ссылка социальной сети ВКонтакте, где у меня есть своя группа биологии, где мы с ребятами работаем Вас я тоже туда приглашаю, спасибо за внимание, успехов в работе Здравствуйте, ребята, тема нашего урока – особенности природы Дальнего Востока Цели урока – сформировать представление об особенностях Дальнего Востока Ознакомиться с тектоническим строением, рельефом, климатом, полезными ископаемыми территорией Дальнего Востока Углубить знания о взаимосвязях природных компонентов Показать уникальность природы Дальнего Востока Формировать умения работы с разными источниками информации Продолжить формировать патриотическое воспитание План урока Первое – рассмотреть тектоническое строение и рельеф территории Второе – выявить особенности климата Третье – изучить полезные ископаемые Четвертое – познакомиться с объектами всемирного природного наследия Решить типовые задания ОГЭ на теме по теме Дальний Восток А также домашнее задание Тектоническое строение Дальнего Востока Дальний Восток находится в зоне взаимодействия крупных литосферных плит Океанической и материковой При котором Тихоокеанская плита подныривает под Евразийскую Территория региона возникла в Мезозои и Кайнозои До сих пор продолжает формироваться А Камчатка и Курилы входит в сейсмический пояс Земли Здесь частые землетрясения и вулканизм Ключевская сопка – это самый высокий действующий вулкан Евразии На полуострове Камчатка в Кранотском биосферном заповеднике Находится уникальная долина гейзеров Самый большой гейзер Камчатки – великан Выбрасывающий струи воды на 40 метров Формы рельефа Формы рельефа делятся на равнины и горы Какие же равнины расположены на территории Дальнего Востока? Это Центральная Якутская равнина Колымская – низменность Яно-Индигирская низменность Зейско-Буриинская равнина Основные горные системы региона Чукотское Нагорье Корякское Нагорье Колымское Нагорье Срединный хребет Хребет Черского Верхоянский хребет Становой хребет СХТ Алинь Хребет Джукджур И Приленское плато Климат территории Территория расположена в трех климатических поясах Арктический, Субарктический и Умеренный Умеренный пояс расположился в трех климатических областях Отрезка континентальной Вся территория Якутии, Колымские районы Магаданской области До муссонного климата Это юго-восток, дальнего востока А также морского климата Это полуостров Камчатка Это обуславливается огромной протяженностью территории севера на юг Это определяет взаимодействие континентальных и морских воздушных масс умеренных широт В северной части климат исключительно суровый Зима малоснежная Которая длится 9 месяцев В южной части Муссонный тип климата С холодной зимой и влажным летом Полезные ископаемые На Дальнем Востоке находятся крупнейшие запасы минеральных ресурсов По объему запасов которых регион занимает ведущее место в России Дальневосточные запасы сурьмы, бора, олова Составляют около 95% всех запасов этих ресурсов территории России А запасы ртути достигают до 60%, вольфрама около 20% И 10% общероссийских запасов железной руды, свинца, самородной серы, апатитов На территории Дальнего Востока расположились три объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Это остров Врангеля Вулканы Камчатки И центральный СХТ Али Остров Врангеля расположен намного выше полярного круга Этот объект включает в себя горный остров Врангеля и остров Гераль А также прилегающие воды Остров Врангеля не был покрыт ледниками во время четвертичного периода ледникового В результате чего сейчас на нем самый высокий уровень животного разнообразия в этом регионе В заповеднике сосредоточена вся евразийская популяция белых гусей Находится один из очагов интродукции овцебыков Одно из крупнейших в мире лежбищ моржей Интересные по составу обитателей птичьи базары Остров может похвастаться самой высокой плотностью особей полярного медведя Вулканы Камчатки Это огромный естественный музей вулканологии Экспонатами которого являются действующие и потухшие вулканы А также разного рода сопутствующие образования Гейзеры, горячие источники, грязевые котлы В объект наследования входит шесть отдельных участков Которые располагаются на востоке, в центре и на юге Взятые вместе, они отражают практически все основные вулканогенные ландшафты Камчатки Но при этом каждый из них обладает и яркой индивидуальностью Всего на шести участках располагается около 30 действующих и 300 потухших вулканов Центральный Сихоте-Али Это один из самых необычных лесов в мире Который находится в умеренном климатическом поясе В смешанной зоне между субтропиками и тайгой Южные виды, такие как тигр и гималайский медведь Обитают по соседству с северными видами Такими как бурый медведь и рысь Заповедник простирается от вершин хребта Сихоте-Али До самого Японского моря И имеет исключительное значение для выживания многих видов Находящиеся под угрозой исчезновения Таких как амурский тигр Теперь мы с вами разберем основные задания Которые встречаются на ОГЭ по теме Дальний Восток Одной из групп таких заданий является задание под номером 4 Итак, группа ученых из Германии Хочет принять участие в изучении уникального природного комплекса Одним из компонентов которого являются термальные источники Гейзеры В каком из перечисленных заповедников возможно изучение такой экосистемы? Данные вопросы предполагает один правильный ответ Итак, первое Кивач Второй Кранотский Третий Таймырский Четвертый Ильменьский Итак, правильным ответом на данный вопрос будет Кранотский биосферный заповедник Следующий вопрос Ученые-биологи должны исследовать места обитания популяции овцебыков, белых медведей, некоторых видов птиц Какой из перечисленных заповедников им следует посетить для проведения исследовательской работы? Остров Врангеля Магаданский Командорский Или Печора-Иличинский Правильным ответом на данный вопрос будет заповедник Остров Врангеля Следующая группа вопросов, которая встречается на ОГЭ Это задания открытого типа Задания номер 27, 28 и 29 Они предполагают изучение текста Наводнение на Дальнем Востоке В 2013 году на Дальний Восток обрушился мощный паводок Который привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет Наводнение охватило 5 субъектов Дальневосточного федерального округа Больше других пострадали Амурская область Первая, принявшая удар стихии Еврейская автономная область И Хабаровский край Всего с начала паводка было потоплено 37 муниципальных районов 235 населенных пунктов И более 13 тысяч жилых домов Общая площадь затопленных территорий составила более 8 миллионов квадратных километров По данным Росгидромета, причиной наводнения стали интенсивные ливневые дожди Охватившие весь бассейн Амура и продолжавшиеся около двух месяцев Максимальный уровень реки у Хабаровска составил 804 сантиметра При критическом уровне 600 сантиметра И прежнем историческом максимуме 642 сантиметра В 1867 году Итак, первый вопрос к данному тексту Вопрос номер 27 Какую страну, кроме России, затронуло данное наводнение? На вопрос 27 нужно отвечать одним словом Можно воспользоваться административной картой России Или картой субъектов Российской Федерации Увидев территорию Амурской области, мы с вами видим, что она граничит с Китаем Или Китайская Народная Республика Ответ на задание номер 27 28 вопрос В пределах какого климатического пояса и области располагается затопленная территория? Затопленная территория – это территория умеренного климата и муссонного типа климата 29 вопрос В какое время года и почему на реках Дальнего Востока наблюдается паводок? Дальний Восток – это территория, которая находится в области муссонного климата Основные особенности муссонного климата – это резкое преобладание осадков летом и почти полное отсутствие осадков зимой Из-за обилия осадков в летний период и происходят паводки на реках Дальнего Востока Если на задания 27 и 28 вы отвечали одним словом, то на задания 29 нужно отвечать предложение Еще одна группа вопросов – это задание под номером 20 Задание звучит таким образом Туристические фирмы разных территорий России разработали слоганы Для привлечения туристов в свои регионы Установите соответствие между слоганами и регионами Каждой буковке соответствует только одна цифра Под буквой А находится Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии Буковке А соответствует Камчатский край Б. Удаленность от шумных городов, богатой рыбой и морепродуктами, водами Японского моря Все это позволяет приятно провести летний отдых Из перечисленных субъектов Российской Федерации нам подходит Приморский край Ответом на данный вопрос будет цифра 24 Домашнее задание Страница 186-191 читать Ответить в тетрадочке письменно на вопросы номер 1, номер 5, страница 191 Уметь показывать на карте формы рельефа А также дать сравнительную характеристику природно-ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока Также обращаю ваше внимание, не забывайте заходить на сайт решу.ог, где вы более подробно можете ознакомиться с вопросами для того, чтобы подготовиться к экзамену На этом наш урок окончен, спасибо за внимание Здравствуйте, уважаемые девятиклассники Тема нашего с вами сегодняшнего урока Превращение карбонатов в гидрокарбонат Внимание, вопрос Скажите, пожалуйста, подумайте Какая связь между этими объектами с точки зрения химика На слайде изображены мраморный карьер, карстовая пещера, дно древнего моря и мраморная статуя Конечно, ребята, вы абсолютно правы Все их связывает вещество, называется которое карбонат кальция Цель нашего сегодняшнего урока Это изучить свойства и взаимопревращения карбонатов и гидрокарбонатов Научиться распознавать карбонат ионы Давайте, ребята, вспомним материал, который вы недавно проходили Что из себя представляет угольная кислота? Угольная кислота – это слабая кислота Двухосновная, которая может диссоциировать ступенчато На первой ступени с образованием иона водорода и гидрокарбонат иона Гидрокарбонат ион на второй ступень Диссоциирует с образованием иона водорода и карбонат иона Соответственно, угольная кислота образует два типа солей Это средние соли, которые называются карбонаты И кислые соли, которые называются гидрокарбонаты в зависимости от того, какой из ионов входит в их состав. Еще раз напомню, гидрокарбонат и карбонат. Соли угольной кислоты. На данном слайде представлены и химические формулы, современное название, тривиальное название и тип данных солей. Давайте рассмотрим по порядку. Кальций-СО3. Современное название карбонат-кальция. Тривиальное название. Название устаревшее, название бытовое, называется тривиально. Мер, мел, мрамор, известняк, кальцит. Кальций-СО3 относится к средним солям. Натрий-2СО3, карбонат натрия. Имеет тривиальное название техническая сода. Тип соли, средняя соль. Следующее вещество. Калий-2СО3. Это карбонат калия. Тривиальное название потаж. Относится также к средним солям. И последнее вещество, которое мы рассмотрим, это натрий-СО3. Это гидрокарбонат натрия. Имеет тривиальное название пищевая сода. И относится к типу кислых солей. Ребята, на данном слайде представлена таблица растворимости. Для того, чтобы мы посмотрели с вами, какие карбонаты являются растворимыми, а какие нерастворимыми. Растворимых карбонатов не так уж много. К ним относятся карбонат лития, карбонат аммония, карбонат калия, карбонат натрия. Другие же карбонаты являются либо нерастворимыми, либо их растворы подвергаются гидролизу. Ребята, предлагаю вам рассмотреть химические свойства солей угольной кислоты. Первое. Общие свойства солей. Они способны вступать в реакцию обмена с другими растворимыми солями. Но здесь необходимо соблюдение одного из условий реакции. Соль, которая образуется в результате взаимодействия, должна быть нерастворимой. Следующее свойство. Разложение гидрокарбонатов при нагревании. При разложении гидрокарбоната при температуре образуется карбонат, выделяется вода и углекислый газ. Разложение нерастворимых карбонатов при нагревании. В данном случае у нас карбонат кальция, который разлагается при достаточно высоких температурах, выше 1000 градусов по Цельсию, с образованием двух оксида. Оксида кальция, который является основным оксидом, и оксидом углерода-4. Углекислый газ образуется, который относится к типу кислотных оксидов. Карбонаты и гидрокарбонаты могут превращаться в друг друга. Эти знания, ребята, очень часто встречаются в вопросах ЕГЭ и ОГЭ. Посмотрите внимательно. При взаимодействии гидрокарбонатов образуются карбонаты. Также гидрокарбонаты могут разлагаться при температуре. Карбонаты при взаимодействии с водой и углекислым газом могут образовывать растворимые гидрокарбонаты. А теперь вашему вниманию будет предложен лабораторный опыт, в котором вы просмотрите, как из карбонатов получаются гидрокарбонаты, и наоборот, их взаимопревращение. В лабораторном опыте используются следующие оборудования, которые вы видите на слайде. Также необходимо соблюдение техники безопасности. Давайте посмотрим. Растворы кислот будут использоваться. Не допускается попадение кислот на кожу и слизистые оболочки. Если через раствор гидроксида кальция пропустить углекислый газ, получится нерастворимый карбонат кальция. Нерастворимый карбонат может превратиться в растворимый гидрокарбонат при пропускании через раствор углекислого газа. Осадок карбоната исчезает. Карбонаты — соли угольной кислоты, в которых замещены оба иона водорода. Когда замещен только один ион водорода, получаются гидрокарбонаты. При нагревании раствора гидрокарбоната выделяется углекислый газ и вновь образуется нерастворимый карбонат кальция. Ребята, давайте с вами сделаем вывод по результатам просмотренного лабораторного опыта. Еще раз. Если мы через известковую воду пропускаем углекислый газ, мы наблюдаем помутнение известковой воды за счет образования нерастворимого карбоната кальция. Нерастворимый карбонат кальция в водном растворе будет вступать в реакцию с углекислым газом, который продувается с образованием гидрокарбоната кальция. Гидрокарбонат кальция может опять переходить в карбонат при нагревании этого раствора. При изучении темы превращения карбоната в гидрокарбонат необходимо упомянуть о таком понятии, как жесткость воды. Что такое жесткость воды? Это совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом кальция и магния, так называемых солей жесткости. Жесткость воды делится на карбонатную временную и некарбонатную постоянную. Некарбонатная жесткость характеризуется присутствием в растворе сульфатов и хлоридов магния и кальция. Временная жесткость связана с наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Способы устранения жесткости. Бытовые способы. Кипячение, вымораживание, фильтрование, добавление умягчителей промышленной. Добавление кальцинированной соды относится к химическому способу устранения жуткости. Добавление гашеной извести кальция у вас дважды. Теперь, ребята, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Задание 21 ОГЭ. Дана схема превращений. Мы видим с вами различные классы неорганических соединений. Кальций, типичный металл, гидроксид, кальция и карбонат. Необходимо написать уравнение реакции, с помощью которых можно осуществить это превращение. Давайте с вами подумаем, какое промежуточное соединение зашифровано под буквой Х. И заполним цепочку. Из кальция необходимо получить оксид кальция. Из оксида кальция гидроксид кальция. И из гидроксида кальция необходимо получить карбонат кальция. Я думаю, что вы все догадались. Давайте посмотрим на правильные ответы. Кальция вступает в взаимодействие с кислородом. Образуется оксид кальция. Оксид кальция достаточно хорошо растворяется в воде, взаимодействуя с ней, с образованием щелочи гидроксида кальция. Гидроксид кальция взаимодействует с кислотным оксидом, с образованием карбоната, который выпадает в осадок. Напишите уравнение реакции в соответствующей схеме. И здесь, ребята, в данной цепочке мы уже встречаем с вами кислую соль, гидрокарбонат натрия, который переходит в карбонат. Затем карбонат натрия, растворимый, переходит в нерастворимый карбонат. Какие необходимо осуществить превращения? Давайте с вами внимательно посмотрим. Первое уравнение реакции – это взаимодействие щелочи с кислотным оксидом, что приводит к образованию гидрокарбоната натрия. Гидрокарбонат натрия может вступать во взаимодействие с щелочью с образованием карбоната. Гидрокарбонат натрия разлагается при нагревании с образованием карбоната натрия, углекислого газа, воды. Также для того, чтобы получить нерастворимую соль, карбонат кальция, необходимо добавить хлорид кальция. Реакция обмена с соблюдением одного из условий выпадения осадка. Карбонат кальция, как соль, взаимодействует с кислотой, с образованием хлорида кальция и вещества угольной кислоты, которая способна распадаться на углекислый газ и воду. Сейчас я вам предлагаю решить задачу. Необходимо вычислить объем углекислого газа, который выделится при обжиге карбоната кальция массой 150 грамм. Давайте с вами запишем условия данной задачи. Масса карбоната кальция равна 150 граммам. Необходимо найти объем углекислого газа. Запишем уравнение реакции. Карбонат кальция разлагается при температуре больше 1000 градусов на 2 оксида. На основный оксид и на кислотный. Для того, чтобы найти значение объема углекислого газа, мы воспользуемся с вами формулой. Чтобы найти количество вещества, необходимо массу разделить на малярную массу. Найдем количество вещества, известного по условию нам карбоната кальция. Масса карбоната кальция равна 150 граммам. Малярная масса равна 100 граммам. Мы помним, что относительно атомная масса кальция равна 40. Углерода 12. Кислорода 16. В общей сумме это получается 100 грамм на моль. Делим данные значения. Получаем количество вещества карбоната кальция равным 1,5 моль. Давайте посмотрим. Карбонат кальция разлагается с образованием оксида углерода 4 в соотношении 1 к 1. То есть из уравнения реакции мы можем сделать вывод, что количество вещества карбоната кальция равно количеству вещества оксида углерода 4 углекислого газа и равняется 1,5 моль. Для того, чтобы найти объем углекислого газа, необходимо количество вещества умножить на малярный объем. Что мы и сделали в данных вычислениях. В итоге получили ответ 33,6 литра. Переходим к домашнему заданию. Вам предлагаю прочитать параграф номер 45, выполнить упражнение номер 4 на странице 163. Ребята, на этом урок наш с вами закончен. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. До скорых встреч. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники. Сегодня вам предлагается урок «Виды словосочетаний». Цель нашего урока – научиться определять способы связи слов с словосочетанием, конструировать их, закрепить понятие о строении и значении словосочетаний, дать понятие о синонимичных словосочетаниях. Итак, это задание обязательно нужно хорошо усвоить, потому что это второе задание экзамена ОГЭ. Насколько вы внимательно прослушаете урок, настолько выше будет ваш уровень выполнения этого задания. Итак, словосочетание, как и предложение, выполняет коммуникативную функцию, то есть служит единицей общения. Но в отличие от предложения, словосочетание – только его часть, а значит, единица вспомогательная. Словосочетание – это сочетание двух слов, самостоятельных частей речи, связанных друг с другом по смыслу и грамматически. Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Зависимое слово уточняет, конкретизирует смысл главного слова. Давайте рассмотрим, что словосочетанием не является. Итак, сочетание подлежащего и сказуемое не является словосочетанием, так как это предложение. Фразеологизмы, так как фразеологизм – это устойчивое выражение, смысл которого не определяется значение отдельно взятых слов. Повесить нос, то есть загрустить. Однородные члены предложения – красный и желтый. Сочетание слова с предлога, например, около магазина. Давайте рассмотрим дальше. В словосочетании выделяется главное и зависимое слово. Вопрос ставится от главного к зависимому слову. Свет какой? Теплый. Пишешь что? Сочинение. Идешь как? Медленно. Давайте определяться в понятиях. Итак, словосочетания делятся по главному слову. Именное, глагольное и наречное. Давайте проведем небольшую практику. Распределите словосочетания на три группы по главному слову. Счастливая жизнь, писать письмо, летящий самолет, весьма близко, читать книгу, очень далеко. Давайте проверим. Итак, именное. Счастливая жизнь, летящий самолет. Глагольное. Писать письмо, читать книгу. И наречное. Очень далеко и весьма близко. Типы связи в словосочетании. Итак, типы связи. Мы знаем их три. Согласование, управление и примыкание. Итак, давайте рассмотрим дальше. Главное и зависимое слово. Согласование. Согласуется в тех же формах. Управление. Зависимое слово ставится при главном слове в определенной поддержке. И примыкание связано с главным словом по смыслу. Например, читающий ребенок. Это согласование. Согласуется в мужской род. Единственное число. Именительный поддерж. Читать книгу. Управление. Кого? Читать кого? Что? Книгу. Винительный поддерж. Читать быстро. Это примыкание. Читать как? Быстро. Итак, теперь перейдем к заданию номер 7. ОГЭ. По русскому языку. Проверяется знание подчинительной связи в словосочетании. Согласование, управление и примыкание. Давайте разберем, что же такое синонимичное словосочетание. Главное слово остается без изменения. Иногда главное слово заменяется однокоренным производным. Зависимое слово меняется на однокоренное с другой части речи. Следовательно, меняется тип связи в словосочетании. Синонимичное словосочетание имеет одно и то же грамматическое лексическое значение, но отличается видом связи. Например, на пристани села, на сельской пристани мы заменили словосочетание, построенное на основе управления, словосочетанием со связью согласования. Слово пристань в обоих случаях главное, а зависимое слово села заменяем однокоренным прилагательным сельской. Согласование заменяем управлением и наоборот. Примыкание заменяем управлением и наоборот. Примыкание заменяем согласованием и наоборот. Посмотрите, бумажные цветы – цветы из бумаги. Было согласование – стало управление. Цветочные ветки – ветки цветов. Было согласование – стало управление. Радостно прижимая – прижимая с радостью. Было примыкание – стало управление. В седьмом задании требуется заменить один вид подчинительной связи на другой. Каков же алгоритм выполнения этого задания? Прежде всего мы находим главное и зависимое слово и задаем вопрос от главного слова к зависимому. Потом вспоминаем особенности вида подчинительной связи. Далее задаем от главного слова к зависимому вопрос, соответствующий виду подчинительной связи, в которую нужно преобразить словосочетание. Меняем словосочетание и записываем, надеюсь, правильный ответ. Давайте немножко потренируемся. Выполните задание. Замените словосочетание «деревянная шкатулка», построенная на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управления. Замените словосочетание «падает беззвучно», построенное на основе примыкания, синонимичным словосочетанием со связью управления. Замените словосочетание «в зарослях вереска», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласования. Давайте проверим. Итак, шкатулка из дерева, управление. Падает без звука, управление. В вересковых зарослях, согласование. Итак, а теперь, ребята, давайте запишем домашнее задание. Страница 148, упражнение 210. Вам нужно списать предложение, раскрывая скобки, объяснить постановку знаков припинания. А вот в пятом предложении нужно выписать словосочетания, определить их вид и образовать с ним другие виды подчинительной связи. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»